Сегодня в Северо-Восточном Государственном Университете стартовал отборочный этап 9-го Международного Инженерного Чемпионата Кейс-Ин. Шесть команд Политехнического Института представили свои презентации в двух направлениях – «Горное дело» и «Геологоразведка». На подготовку проектов участникам было дано 10 дней. Судействовать пригласили специалистов отрасли, а также представителей известных золотодобывающих компаний, таких как «Кенрос», «Полюс» и «Полиметалл». Восемь членов жюри присутствовали очно, двое судей дистанционно следили за прохождением отборочного этапа чемпионата. Отборочный этап Кейс-Ин проводится в СУГУ и в Политехническом Институте уже седьмой год. Мы традиционно участвуем в Лиге по «Горному делу», традиционно участвуем в Лиге по «Геологоразведке». Наши команды хорошо выступают и впоследствии, после того, как выигрывает наш отборочный этап, они едут в Москву и в Москве презентуют свои решения. По крайней мере, последние 2-3 года мы стабильно входили в шестерку лучших команд России, и за счет этого рейтинг нашего университета и в Лиге по «Геологоразведке», и в Лиге по «Горному делу» всегда был достаточно высоким. Тематикой чемпионата является устойчивое развитие в топливоэнергетической и минерально-сырьевой отраслях. По «Горному делу» участникам было необходимо решить вопрос аэрологии глубокого алмазного рудника, который находится в Якутии, а командам по «Геологоразведке» оценить по добыче и объемам перспективные площади, которые находятся в Архангельской области. Теперь мы начинаем заново. Формат сегодняшний, я вот уже вижу, немножко другой. А то, что было, я считаю, это полезное дело очень. Очень дело инновационное, я бы сказал. Очень много новизны. Но главное, что это воспитывает у молодых специалистов умение ориентироваться в чужих материалах, в другой информации, я бы сказал, в независимой информации. И делать выводы, строить проекты, планы и уметь отчитываться перед аудиторией коротко, ясно, убедительно. Две лучшие команды в каждом направлении отправятся защищать Магаданскую область на Дальневосточном полуфинале.